уважаемые близнецы всем доброго времени суток вы на канале о котором и с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию 2 прогноз на неделю с 19 по 25 августа включительно что вас ждет в этом периоде информация общего характера поэтому расклад подойдет как мужчинам так и женщинам я вас всех приглашаю к своему столу события этого периода мы будем просматривать в общем дом семья отношения работа и карьера возможные доходы и расходы ваше финансовое поле в общем внешний мир в отношении вас любая информация которая может оказаться в скрытых факторах мы ее также разбираем подводим итоги этой недели смотрим какими для вас предположительно могут быть выходные дни также в раскладе будет карта дополнительного совета или форс-мажора и сейчас традиционно вы можете загадать картам всего лишь один вопрос желания карта которая достану самые последние после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос колода готова и я приступаю к выкладке карту уважаемые близнецы все карты вашего расклада перед вами и я начинаю его прочтение расклад начинается с очень активной карты туза жазла в это говорит о том что уже начало этого периода начинается активно вы активны активны другие люди рядышком с вами вы что-то пытаетесь инициировать вы что-то делаете в вашей голове есть какие-то интересные идеи которые интересны другим людям и здесь очень хорошие взаимообмен энергиями с другими если вам что-то нужно вы многое способны сделать решить если вы правильно что-то организовываете есть внутренний запал эта карта может показывать любой новый старт чего-то для вас значимого у кого-то это могут быть какие-то идеи которые сейчас есть вашей голове но вы будете пытаться их развивать и этими идеями заинтересовывать других неделя начинается неплохо но хочу сразу же обратить ваше внимание на то что ваш расклад выпало пять старших арканов два из них оказались в малом кресте вашей судьбы две карты в скрытых факторах и один аркан в большом кресте вашей судьбы это верховная жрица эта карта лилит карта дьявола в центре расклада эта карта влюбленных это карта смерти и карта правосудия о чем говорят две центральные карты две центральные карты в вашем раскладе могут говорить о наличии возможно магического вмешательства потому что обе карты показывают мистику и магию это может быть в целом говорить о том что вас эта тема интересует возможно вы чем-то увлекаете что-то практикуете но если нет то вашем ближайшем окружении могут быть люди наделенные определенными способностями по верховной жрицы и полилит кто-то на вас может оказывать магическое воздействие то есть то что здесь рядом с вами есть что-то таинственное или мистическое это точно эти карты не вызывают никаких сомнений карта верховной жрицы может показывать любую женщину которая либо пытается вас просматривать с помощью карт может быть еще с помощью каких-либо мантических инструментов либо вы пытаетесь что-то просмотреть по своей жизни обращаясь к определенной женщине за помощью очень много зависти если говорить о женщинах в отношении вас и об этом также говорят две центральные карты они могут даже показывать элементарный сглаз и лично в вашей душе я вижу что в вашем сознании или вашем подсознании есть какие-то страхи связаны с чем-то мистическим даже если вы этого не признаете центральная карта лилит говорит о том что если меня смотрит женщины это страх постоянно быть зависимой от кого-то или от чего-то от людей или от обстоятельств но по этой карте сейчас так и получается что вы постоянно от кого-то зависимы как бы вы не пытались быть самостоятельной самодостаточной эта карта показывает очень многих из вас как личностей умных грамотных находчивых конечно эта карта показывает ваши амбиции и говорит о том что вам хочется чтобы никто ваших недостатков не видел чтобы вас видели только самые лучшие качества эта карта любого рода игры и интриг и так как эта карта выпала в ваши кармические задачи именно так вам себя и нужно вести даже если вы видите что в вашем ближайшем окружении вас действительно кто-то пытается использовать а по дьяволу тут могут быть манипуляции вы себя должны по этой карте вести точно также вы должны быть хитрее и вы должны пытаться переиграть своих противников или недоброжелателей эта карта говорит о том что человек способен блефовать или должен блефовать даже тогда когда у него в руках не осталось козырных карт именно в этом периоде старайтесь никому не распахивать свою душу не посещать кого-то в свои секреты меньше рассказывать о себе или о своих проблемах а больше слушать карта верховной жрицы предполагают субординацию с людьми интуитивно многие вещи вы будете чувствовать но вы не всегда сами себя слышите и вы способны все равно допускать ошибки по центральному аркану возможно по этим картам вам в себе хочется видеть какие-то не существующие вас качества которые вы хотели бы чтобы были если говорить о женщинах на вашу жизнь может влиять еще две женские особы так как в нижней линейке я вижу две королевы одна из них это может быть хорошая знакомая родственница подруга вторая женщина которая может являться коллегой или женщина с которой вы связаны какими-то юридическими вопросами чем-то во внешнем мире это может быть любая женщина наделенной определенными полномочиями либо женщина врач и эта карта как раз может показывать третье женское лицо человека который со стороны может наблюдать за вашей жизнью либо эта женщина который вы обращаетесь за советом если говорить о мужчинах-близнецах в вашей жизни есть одна основная женская фигура с которой связано очень много с этой женщиной связаны и ваши страхи и ваши страсти тайны прошлого и возможные тайны настоящего также есть мужчина с которым вы будете сотрудничать по работе и есть еще две женщины с которыми вы будете общаться одна из них это может быть родственница знакомая подруга и как я говорила женщина которая может быть либо юристом либо наделенная полномочиями либо женщина врач начало недели мы видим хорошая по первой карте когда что-то активно запускается но потом что-то начинает притормаживаться либо спускаться на тормоза потому что либо вы в чем-то сомневаетесь либо таковы обстоятельства что над вами есть еще какие-то факторы события люди которые влияют на ваши решения на ваш выбор на ваше настоящее и будущее эта карта уже не говорит о вашей активности а наоборот она говорит о том что вы выжидаете либо накапливаете какую-то информацию либо пытаете что-то изучить его что-то вникнуть потому что для вас это важно но центральная карта лилит все равно может говорить о том что в чем-то ясность не появляется для людей творческих и талантливых центральная карта очень хорошая она говорит о том что любые ваши креативные нестандартные идеи могут быть интересны другим людям но в дом ваших финансов выпала достаточно слабая карта десятки мечей с одной стороны по центральной карте вижу что многие из вас способны зарабатывать и зарабатывать хорошо хочется зарабатывать больше эта карта азарта игры меня действительно могут смотреть люди игроки но не обязательно но все равно мы здесь видим сложный аркан это говорит о том что деньги приходят и уходят вам очень сложно их накапливать десятка мечей параллели с рыцарем монет а это говорит о том что есть либо предложение по работе либо какие-то беседы с кем-то идут переговоры рабочего характера вам нужно быть действительно изобретательными для того чтобы общаться даже с теми людьми которые вам не приятны для того чтобы извлечь из этого какую-то выгоду и пользу на внешний мир для вас выпла карта пожар жезлов тоже карта активная она может говорить о том что рядом с вами могут быть люди которые моложе вас которые могут быть вашими друзьями или знакомыми карта может показывать ваших детей или ребенка возможно вы чему-то пытаетесь научиться во внешнем мире и эта карта показывает процессы вашего обучения познания чего-то нового и то что вы постоянно впитываете в себя новую информацию иногда этой информации слишком много не загружайте свою голову чем-то ненужным по дьяволу хочется все знать хочется все контролировать жизнь вам в этом периоде будет предлагать все-таки выбор вариантов того как вам лучше поступать и об этом говорит карта влюбленных важно то что эта карта вошла в ваш расклад это говорит о том что высшие силы уже с вами и они вам помогают есть еще какой-то человек который всегда будет рядом с которым вы всегда сможете посоветоваться может быть с этим человеком вы тесно сотрудничаете и это ежедневные переговоры ежедневные хлопоты своего рода зависимость друг от друга новые друг другу нужны это может быть близкий для вас человек любимый любимая но это может быть и деловой партнер страсти здесь могут разгораться и в работе и в личной жизни по центральному органу карта искушений карта удовольствия когда хочется каких-то удовольствий когда хочется себе позволить то что нельзя запретный плод всегда сладок центральный аркан еще может говорить о том что у кого-то из вас может быть не официальная подработка те кто не работает но хочет трудоустроиться здесь пока есть сложности предложения к вам поступают вам нужно будет подождать не спешите принимать первое встречное предложение потому что можете совершить ошибку вам предложат одно а по факту окажется совсем другое не то что обговаривали изначально берем дополнительные карты на рабочую сферу те кто работает и для вас выпала карта старшего аркана колесницы прекрасная карта как видите снова старший аркан это говорит о том что на этой неделе в вашей работе будут события большой важности вам нужно проявлять решительность напор смелость опять-таки инициативность умеете что-то организовывать и умеете кого-то за собой вести вас будут слышат другие люди и эта карта говорит о том что вы можете свои доходы увеличить в разы при желании и при вашей активности карта может показывать дороги и выезды возможно что-то решается на выездах возможно вы просто постоянно на ногах или на колесах карта может показывать транспорт может показывать также рабочего рода командировки благодаря которым вы также заработаете для тех кто сейчас в поиске работы что нужно знать вам для вас выпала карта старшего аркана императора снова старший аркан и у тех близнецов кто не работает тоже происходят события огромной важности потому что эта карта говорит о том что вам нужно что-то в жизни уже стабилизировать и эта стабильность у вас появится появится эта стабильность может благодаря мужчине независимо кто мне смотрит мужчины близнецы или женщины эта карта может показывать еще одного человека который либо будет помогать с работой либо в данном периоде этот человек вас чем-то поддерживает и от него что-то зависит по императору это может быть любой человек дающий работу как потенциальный работодатель поэтому вашим непосредственным начальником на будущее как раз может оказаться мужчина и если говорить о мужчинах близнецах той по императору это огромное стремление заниматься чем-то своим иметь свое дело свой бизнес чем-то управлять и вы действительно можете организовать что-то свое и есть человек который заинтересован в сотрудничестве с вами и тут будут какие-то очень конструктивные разговоры и вы с этим человеком сможете до чего-то договориться положительного для вас и для той стороны если говорить о женщинах то мужское плечо информация от мужчины помощь от мужчины для женщин которые в паре в супружестве эта карта может показывать супруга но эта карта может показывать и любого другого мужчину несмотря на то что эта карта напрямую не говорит о финансах она может говорить о том что вы будете зарабатывать очень хорошие деньги те у кого сейчас уже есть дополнительный источник дохода он прекрасно будет развиваться умеете правильно организовывать свои дела во всех ваших делах должен быть полный порядок а по центральной карте дева лица мы видим что порядок бывает не всегда вы сами не должны проявлять в чем-то слабости и другим не должны позволять быть слабыми если это касается процессов работы сотрудничества для тех кто сейчас по каким-либо причинам дома вы на пенсии или вы смотрите за детками снова старший аркан карта звезды карта огромных талантов карта огромных возможностей поэтому даже будучи дома вы способны чему-то учиться вы способны сами организовывать какие-то группы тренинги мастер-классы я вижу что у вас есть огромные приобретенные знания которыми вы уже на сегодняшний день можете делиться с другими людьми но центральная карта говорит о ваших страхах боязнь того что что-то не получится эта карта может показывать соц сети с помощью которых не выходя из дома вы черпаете нужную информацию или опять-таки чему-то учитесь или работаете поэтому для всех активных карта говорит о о перспективах я вижу что вашей голове очень много планов на будущее и поверьте что очень многие из них вы сможете реализовать если перестанете в себе сомневаться очень хороший аркан перейдем вашу личную жизнь начале очень хороший аркан то что касается долговых и кредитных обязательств те у кого есть открытые кредитные линии тут очень большие сложности с выплатами даже когда есть деньги они уходят на что-то совершенно другое и ваш долг может по-прежнему растягиваться затягиваться не закрываться и понадобится потом еще не определенное время чтобы этот долг закрывать что и будет вызывать у вас тяжесть поэтому старайтесь вовремя что-то закрывать когда у вас есть деньги если у вас есть собственные должники те люди которые у вас брали деньги уже давно могли бы вам отдать но возможно сознательно этого не делают вводят вас в заблуждение говорят вам о том что не могут не получается нету но все что говорят эти люди или конкретный человек вы можете смело поделить на 50 не доверяйтесь слишком кому-то эта карта говорит о том что любую информацию нужно проверять на этой неделе нежелательно оформлять новые кредитные линии не стоит у кого-то деньги одалживать потому что будут проблемы то что касается старта любых новых проектов мы по первой карте видим желание в чем-то стартовать и как я уже говорил у кого-то действительно может быть что-то в запуске тут может что-то тормозиться по непонятным неопределенным причинам поэтому на этой неделе все-таки нежелательно начинать что-то новое любой вопрос вам нужно лучше изучить потому что могут вашем вопросе оказаться подводные камни по центральному аркану на этой неделе также не стоит заниматься куплей или продажей крупных объектов не стоит играть рисковать по глупому я сейчас действительно говорю о игроках потому что могут ждать большие финансовые потери проигрыши люди которые зарабатывают на биржах вы можете податься общему психозу других и делать какие-то ошибки что тоже повлечет к потерям финансовым сейчас лучше от каких от каких-либо решительных действий воздержаться действуйте пошагово поэтапно не спеша просматривая или прощупывая каждый возможный вариант переходим вашу личную жизнь начале те кто в паре для тех кто в паре выпала карта влюбленных и карта рыцаря монет большая вероятность того что в этих отношениях может быть кто-то еще либо были искушения ранее у вас либо были искушения у вашего партнера и сейчас кто-то может посматривать на вашу вторую половину или на вас потому что в центре карта страстей вам нравится когда на вас обращают внимание извне вам это льстит но у того человека который рядышком с вами также запросто могут образоваться отношения с кем-то еще конечно эту информацию нужно проверять так как это общий расклад но стоит задуматься в вашем случае все таки карта влюбленный говорит о том что ваш выбор предопределен и даже если есть какие-то искушения на стороне вы не собираетесь разваливать свою семью и есть то что вас связывает и связывает вас очень много если один из партнеров находится в частых разъездах в чем тоже может быть большая вероятность по рыцарю монет это тоже отношения не улучшает вы можете мало времени проводить вместе из-за того что кто-то один постоянно работает вам нужно все-таки как-то организовывать свое пространство находить время друг для друга для того чтобы не появлялись вот эти искушения на стороне я вижу что вы даже в этом периоде способны укрепить отношения но здесь есть взаимные манипуляции не без этого при том оба партнера эти манипуляции видят знают но что-то друг другу позволяют потому что вам двоим так удобно нежелание отпустить или потерять тоже присутствуют даже если вы говорите что я независимый или я независимая это далеко не так вы нуждаетесь в том чтобы рядом с вами был человек который вас бы всегда поддерживал вам нужна вторая половинка потому что вы близнецы переходим к нашим свободным близнецам посмотрим что у вас для вас выпало две карты чаш это королева чаш это паш чаш и карта королевы мечей две королевы но если говорить о женщинах и говорить конкретно о личных отношениях если вы с кем-то встречаетесь есть уже партнер большая вероятность того что есть женщина которая пытается с вами конкурировать тем более что в центре расклада неоднозначная карта эта карта может даже показывать близкую подругу человека который вам вроде бы дает какие-то советы но та женщина которая вам дает какие-то советы достаточно критично и категорично поэтому вам нужно думать своей головой и слушать свое сердце если вы уже в отношениях не привязывайтесь слишком к человеку потому что вы будете болеть из-за этого человека вам будет плохо из-за того что что-то потом будет не так как вы себе сейчас это видите или хотели бы увидеть на будущее а изменения в этих отношениях будут то что касается новых знакомств для тех кто в свободном поиске знакомство возможно и об этом говорила уже первая карта но будьте очень выборочны по верховной жрицы потому что по центральной карте вашу жизнь могут входить не совсем порядочные люди и карта влюбленных в кресте вашей судьбы и говорит о выборе это могут быть разные люди в вашем окружении и кто-то помоложе и постарше и семейные к вам могут притягиваться и если говорить об отношениях без обязательств и вы сознательно на это идете тогда да общайтесь но не влюбляйтесь также две эти королевы могут показывать не обязательно конкурентку хотя здесь мы видим что есть явно конкурирующая сторона по центру это может быть любая ваша родственница знакомая у кого-то может быть дочь у кого-то может быть сестра тут женские разговоры делимся друг другом с чем-то но даже самым родным не всегда стоит рассказывать о том что у вас на душе по центральной карте опять-таки давайте посмотрим что в скрытых факторах вскрытые факторы выпала карта старшего аркана смерти карта семерки монет и карта старшего аркана правосудия две критические или категоричные карты одна из них как раз диагонали с карты дьявола это говорит о том карта смерти конечно не говорит не для вас не для ваших близких о смерти на физическом уровне но здесь кстати говоря есть страх того что вы боитесь кого-то потерять либо вы боитесь за свою жизнь потому что тут же рядом выпало десятка мечей ваши страхи могут быть небезосновательной по центральной карте но здесь речь идет о другом наступит момент когда в каких-то отношениях в которых вы не будете видеть продолжение вы захотите поставить точку вы захотите чтобы лжи наступил конец или манипуляциям других людей вы захотите чтобы наступил конец то есть если кто-то постоянно вас использует у вас будет желание если это ближайшие партнеры выйти из этого партнерства и в то же время сделать это будет очень непросто если это партнерство приносит вам деньги а закрывает ваш расклад десятка монет и скрытых факторах мы также видим семерку монет поэтому это могут быть какие-то очень важные для вас финансовые вопросы это люди от которых вы можете зависеть в работе и в делах поэтому тут крайне сложно что-то менять но в вашей голове вы будете понимать необходимость этого но решиться на что-то не сможете и будете постоянно в состоянии ожидания карта правосудия говорит о том что вы должны правильно оценивать и свои шансы и шансы других людей то здесь должен быть постоянный анализ постоянная работа над ошибками желательно в ближайшее время этих ошибок не допускать а по центральной карте очень возможно то что в этом периоде вы можете делать новые ошибки те у кого есть открытые судебные дела или у вас решаются какие-либо юридические вопросы вам придется ждать вам будут обещать ваш вопрос подвисает могут требовать дополнительных проплат за свои услуги например но вопрос еще долгое время может быть оставаться в подвешенном состоянии то что касается конкретно завершения этой недели все-таки результатами этой недели по десятки монет вы будете довольны потому что эта карта может показывать поступление прибыли она может показывать урожай в каком-то процессе она может показывать хорошие для вас выходные возможно даже застолье отдых но эта карта может предполагать и работу по десятки монет если вам кто-то предложит какой-то беспроигрышный вариант по работе вы не откажетесь и не пожалеете даже если вы не планируете работать об будете дома то поэтому аркану вы дома сумеете что-то сделать полезное и отдохнуть в том числе будете видеться с кем-то на выходные то есть я не вижу чтоб вы сидели одни в квартире дома нет такого не будет тут может быть или друзья или родственники или коллеги с кем-то вы имеете общение с кем-то встречаете что-то обсуждаете или кто-то может быть в вашем доме в гостях давайте посмотрим на карту дополнительного совета или форс-мажора и здесь мы видим карту пажа мечей эта карта говорит о том что будете нервничать из-за какой-то информации или из-за человека который из-под тяжка будет либо наблюдать за вами либо пакостить возможно вы будете постоянно кого-то пытаться проверить и не будете кому-то доверять так как эта карта и выпала для вас на совет она и говорит о том что да нужно что-то изучить не слишком кому-то доверяетесь потому что в вашем ближайшем окружении есть друг который не является другом кто-то очень скрытный хорошо продуманный человек которого вы сами же можете впустить в свой ближайший круг ошибочно те у кого есть дети учащиеся возможно тут есть какие-то вопросы по детям с которыми тоже нужно разобраться у ваших детей могут быть от вас какие-то тайные секреты не всегда вы можете с ними найти общий язык в особенности если дети взрослые или дети подростки смотрим на карту вашего желания сбудется ли она и мы снова видим карту старшего аркана это луна луна пока дает ответ нет она говорит о том что по вашему вопросу очень много скрытого непроявленного непонятного это как бы состояние такого болота в котором вы застряли неведение неизвестности скажем так до конца месяца вот вы в этом состоянии будете оставаться но с момента просмотра это может быть и 30 календарных дней то есть переходя в сентябрь ситуация затягивается будете хлопотать по вашему вопросу будут еще какие-то люди которые вам будут помогать и показано что да тут нужно что-то делать для того чтобы с чем-то разобраться чтобы в чем-то расставить точки над и вопрос серьезный и тот вопрос который вы задали он не решается ни за один день не за эту неделю тем более и может быть до ближайшего месяца и более вас вопрос будет по-прежнему волновать потому что он по-прежнему будет открытым и тут постоянно нужно будет либо что-то корректировать либо во что-то нужно будет носить дополнительную ясность и в вашем вопросе вам понадобится еще чья-то помощь тут явно присутствуют еще другие люди если вы задали вопрос по поводу того есть ли у вас магические способности тогда ответ да также если вы спросили есть ли на мне магия магическое искажение да если на вас энергетический пробой ответ да могу ли я сам или сама заняться какими-то практиками или кому-то обратиться для того чтобы что-то сделать магического характера ответ да если вы спросили вводит ли меня кто-то в заблуждение сложно сказать но по вашему вопросу очень много пока не проявленной информации и возможно еще не пришло время о чем-то знать в целом эта карта может показывать большие внутренние переживания и постоянные сомнения по вашему вопросу даже здесь посмотрите как выпали карты луна и верховная жрица луна и карта лилит карта магии 1 и 2 папеса и лилит две карты магии а в целом три тут явно не без мистики давайте также возьмем традиционно несколько дополнительных карт из иракула ленорман и спросим что еще вам нужно знать на самое ближайшее время карта туч король трев карта метлы конфликт показан в вашем близком окружении вы с кем-то будете выяснять отношения тут может быть конфликт в который втянута два или три человека разговоры на повышенных вы из-за чего-то нервничаете рядом с вами кто-то из-за чего-то нервничает и вы просто напросто будете пытаться внести ясность во что-то почему так а не иначе также вот эти две карты могут показывать людей военных чиновников налоговиков полицейских поэтому то что касается любых структур и органов властей здесь тоже могут возникать какие-то вопросы которые вам нужно будет улаживать это могут быть даже любые юридические дела которые нужно привести в порядок либо официальные вопросы которые потребуют ясности и карта дополнений на дополнение выпла карта древа вопрос стабилизируется кто-то еще вам поможет вы укоренитесь в своих возможностях вот эта нестабильная ситуация как придет так и уйдет карты могут просто показывать какой-то неприятный разговор но необходимый для того чтобы разобраться или понимать что вам делать дальше уважаемые близнецы таким для вас был расклад на период с 19 по 25 августа благодарю вас за просмотр и всем отличного периода пусть даже сложные карты проиграются для вас максимально гармонично подписывайтесь на мой канал все те кто еще не подписан ставьте лайки за проделанную работу и я не прощаюсь с вами я вас всех жду в следующих еженедельных прогнозах всем до свидания а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok